Драгоценные, хочу поделиться с вами одной интересной темой. Тема называется «Духовная шизофрения и свобода от нее». Брат Дмитрий, хочешь ли ты сказать, что христиане могут быть подвержены духовной шизофрении? Что христиане могут быть шизофрениками и иметь проблему с шизофренией? Да, и аминь, могут. И прежде всего, я хочу обратить внимание на то, что я не буду делиться пониманием шизофрении, как оно понимается в психологии, и как оно понимается психологами и психиатрами. Обо всем этом вы можете прочесть сами. Поэтому в этом нет никакого смысла. И если мы посмотрим даже, драгоценные, что шизофрения, она названа психологической болезнью, психозами, всякими интересными сопровождающимися, которые сопровождают непременно шизофрению последствиями или симптомами. И их может быть большое, разное количество. И цель, я не хочу вдаваться в эти все подробности, потому что если вы хотите сами изучать, если оно вам, конечно, нужно, не думаю, что оно вам так нужно, вы можете посмотреть и в Википедию, как смотрят, как рассматривается шизофрения психологами и людьми, которые именно работают в этой области, работают в этой сфере. И как реагируют, и что имеют, согласно этих симптомов и ситуаций, люди, как охарактеризуются шизофреники, как мир понимает их, как вот эта вот система психологии понимает их, и психоаналитики. Наша цель посмотреть, есть ли эта проблема у христиан, описана ли эта проблема в Священном Писании, и как непосредственно от этого избавиться. Итак, друзья мои, местописание, которое я буду использовать, это Иакова, первая глава, шестой стих. «Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Внимание, восьмой стих. «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Интересно, что слово «сомневаясь», «немало не сомневаясь», здесь стоит слово «диокрино», что значит разделять основательно, различать, быть неуверенным, нерешительным и судить, сомневаясь. также это слово значит нерешаться, колебаться, колебаться или даже отказываться. Писание говорит, пусть он и не думает, даже не воображает, что получит что-либо от Господа. Даже не представляет, что он получит что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями слово «ди психоз» или человек с двойным, с двойной душой «психо» человек с двойным разумом не тверд во всех путях своих. То есть, Писание конкретно говорит, есть люди, христиане, потому что это христианам написано, кто двоедушные имеют двойную душу, двойной разум и двоящиеся мысли. И они колеблятся. То есть, в них нет стабильности. и это также является причиной сомнений. Почему люди сомневаются? И как мы увидели слово «сомневаются» здесь диакрина, которая «различать», «судить» значит. То есть, сомневающийся не может различать и судить правильно и разумно как в духовных вещах, так и физических вещах. И это также является принципом шизофрении, нестабильности. люди могут постоянно испытывать переменчивость. Они меняются в своих суждениях, меняются в своем состоянии, меняются в своем отношении ума, меняются в своем поведении. Пять минут человек один, другие два часа он впадает в какое-то другое состояние. И не поймешь где он и что он. Это человек с двойным разумом, с двойным сознанием. Он нестабилен. Это тот человек, где его мысленные процессы не упорядочены. У него нет порядка в мыслях. Его мысли колеблются в нерешительности. Они разделены. Он не способен такой человек здравомыслить. Его мысли поглощены хаосом. То есть есть определенная хаотичность. Порядок имеет определенную последовательность. Порядок имеет определенные принципы. Порядок имеет определенный определенную такую структуру, которая выражает его. Но хаос он бесструктурный. Когда атомы и молекулы, к примеру, движутся хаотично, беспорядочно, то происходит разрушение. Но когда атомы и молекулы упорядочены, происходит созидание. Человеку с двоящимися мыслями, который я не могу сказать, не буду говорить шизофреник, но имеющий проблему шизофрении. У него будет проблема с созиданием, но у него всегда будут проблемы созидать что-то, но у него не будет никаких проблем разрушать. сегодня этот человек может быть убежден и свято верить, что Бог что-то ему открыл, показал, и он должен в этом двигаться. Завтра же этот человек будет, так как он был полностью уверен в этом, завтра же этот человек может быть полностью не уверен в том, как поступать ему дальше, как двигаться дальше. Получил ли он указание от Господа или это был всего лишь его разум? Этот человек принимает решение сегодня двигаться в определенном направлении, но завтра он принял другое решение и это направление уже поменял. этот человек он не может быть сфокусирован на определенной цели, сосредоточен, он двоедушен два разума, то есть в духовном мире этот человек как бы имеет две головы и два источника которые влекут его два голоса наши изофреники слышат разные голоса и конечно же в миру это может быть связано с духом есть дух шизофрении демонический дух и бесы которые также говорят этому человеку он слышит даже физически определенные голоса но этот человек двоедушный о котором мы сейчас говорим и говорит Аков он также слышит разные голоса и зачастую эти голоса противоречат друг другу и он в этих противоречиях находится в состоянии замешательства в состоянии смятения одни христиане служители христианские известные по всему миру которые служат в освобождении людям получили откровение о духе шизофрении который иногда атакует верующих и они получили откровение вот о таком вот состоянии которое мы сейчас описали и они говорят что есть два корня опять-таки корень раздвоен два корня которые охарактеризовывают и ведут вот к такому состоянию которое я описал первое это отверженность и второе это бунт как результат отверженности человек может быть отделен неуверен он может переживать разного рода чувства неполноценности ощущения никчемности ненужности бессилия разных страхов он может закрываться в себе да как этот премудрый пескарь он может испытывать чувства такие от ухода в себя нестабильности с другой стороны второй корень бунт может выражаться в человеке как через гнев агрессивность он может нападать на других атаковать других бунтовать восставать противиться определенным вещам то есть с одной стороны он такой тихоня с другой стороны он такой великий агрессор и время от времени та или иная сторона тот или иной разум та или иная часть души берет верх и человек живет обитает в этой сущности некоторое время у него как бы две природы внутри него и он прибегает то к одной то к другой конечно даже ну господу тяжело бог все может но нелегко работать с таким человеком но я верю что господь способен освободить таких людей мы понимаем что такие вещи которые вот я сейчас описывал могут проходить на разных уровнях с разной интенсивностью в жизни разных христиан в жизни некоторых людей это может быть слабо выражено в жизни других это может быть сильно выражено разная степень выражения вот таких вещей но я думаю почти у каждого это имеет место быть интересно видите что слово диакрино это различать судить и также разделять основательно то есть для когда я имею способность развлечения и правильного суда я имею способность разделить правильно вещи чтобы рассмотреть их мы видим этот принцип духовного развлечения премудрости божьей которая была дана соломону вы все прекрасно знаете историю об этих женщинах и детях одна своего заспала и подложила взяла у той женщины подложила себе и каким образом судил и поступил соломон он сказал дайте меч давайте сейчас разрубим этого ребенка оставшегося в живых часть дадим одной женщине часть другой и по реакции этих мам было ясно и конкретно чей это сын и это увидели другие как соломон мог различить но слово сомневаться также разделять различать диакрина но неправильно то есть что ведет к такой ситуации мы должны знать это чтобы получить свободу в этом случае что ведет к этому почему у человека две души дипсихоус почему у человека два разума он нецелостный он разделен на части в своих мыслительных процессах почему что-то было что-то разделило что-то произошло в жизни человека прошелся меч но не божий что-то случилось что сделало из его целостности из его целого две половинки две и это может быть травма глубокая психологическая душевная травма которая повлияло на это и как результат чаще всего мы будем иметь ввиду травму чаще всего мы будем иметь травму определенную травму как результат этой травмы это последствия зачастую этой травмы я понимаю что есть сомнения которые свойственны человеческой природе как один как одна личность сказала да человеку свойственно сомневаться то есть это определенное человеческое свойство вот этот принцип маловеры маловерия о котором священное писание неоднократно говорит поэтому поэтому никуда от этого не денешься это есть это ветхая если так можно выразиться природа Адама но есть вещи которые воздействовали воздействовали непосредственно непосредственно в этой в этой области поэтому когда мы ищем решение в этой ситуации мы ищем травму мы должны посмотреть так же происходило ли что-то поэтому это очень важный момент который нам необходимо знать мы не будем сейчас я не хочу сейчас перечислять разные разные виды травм не хочу то есть цель в этом ну цель не в этом давайте посмотрим также интересный момент Матвея 28 глава это это друзья мои ну просто удивительный момент это немножечко ну как говорится поможет нам разобраться и посмотреть в определенные сферы 28 глава Матвея это 26 стих этот стих всегда удивлял меня скажу честно 16 стих смотрите 11 же учеников пошли в Галилею на гору куда повелел им Иисус и увидев его они увидели его реально физически реально физически поклонились ему а иные усомнились то есть засомневались и здесь слово сомневаться не такое как то которое в Иакове диокрину здесь слово сомневаться дистазу видите есть в греческом разные слова есть разные слова поэтому вот это вот описывает природу человека что он даже может что-то увидеть и все равно сомневаться но то что говорит Иаков дипсихоз это проблема это определенная болезнь души и душа мы знаем чтобы она процветала и преуспевала также нуждается в исцелении мы не будем сейчас молиться может ли Дмитрий что-то быть что вот производит это что не есть травма может но в основных случаях это травма это меч который прошелся и разрубил через слова через действия через то есть произошло определенное сокрушение произошло определенное разрушение психо души дипсихоз деноминация депсихоз да то есть деноминация разделять разделение все закончу чем если вы чувствуете господь говорил к вам как бы я поступил прежде всего обратиться к господу и попросить чтобы он духом святым открыл что способствовало этому депсихозу в моей жизни скорее всего как мы уже говорили это будет травма психологическая какое-то надругательство это могла быть даже физическая травма и мы понимаем что можно травмировать физически можно травмировать через слова уст сказав что-либо это может быть потеря чего-то или кого-то важного это может быть стать свидетелем чего-то ужасного может с вами это не происходило но можно травмироваться на основании того что вы видели и знали произошло с другими и травма непосредственно влияет на образ мышления потому что она как замок который заключает человека в определенную тюрьму травма окружает его в этой области и держит его в тюрьме держит его в плену и человек какая-то его часть свободна а какая-то нет и вот он между свободой и пленом также мечется бегает он не вращается по божьей орбите его движения хаотичны и непредсказуемы если бог открыл вам относительно травмы посмотреть в сферу травмы были ли это только вы или кто-то участвовал в этом вы это кому-то сделали или кто-то это сделал вам и в этой сфере посмотреть на прощение простить других кто причинил вам вред простить себя если вы причинили вред другим то есть прощение после этого попросить бога вывести вас разрушить эту травму разрушить ограничение этой травмы и мы понимаем что с травмами могут прийти болезни и немощи могут прийти страхи волнения и беспокойства связанные с этой травмой которые сопутствуют этой травме и которые человек имеет и которые подпитывают эту травму эти стены эта клетка этой травмы ограничение этой травмы в душе должны быть разрушены именем Иисуса Христа из Назарета иногда участвует сам дух травмы в этом поэтому взять власть над духом травмы и повелеть ему уйти попросить Бога очистить от всяких последствий этой травмы исцелить поврежденное место и попросить Господа вас создать вас соединить вас становить вашу душу в этой сфере чтобы душа стала целостной таких травм может быть несколько она может быть одна и когда с дипсихозом дипсихозом Господь разберется тогда в этой сфере диакрина негативная развлечение разделение и суд который присущ сомневающемуся прекратится прекратится и обязательно душа должна напитаться словом Божьим в этой сфере где был дипсихоз она должна получить истину слова Божьего и утвердиться в истине слова Божьего где-то так конечно же Дух Святой может вести вас так как Он хочет вести вас это были просто общие такие вот наметки благословений всем вам дорогие хорошего дня почему я поделился этим потому что вот это вот то о чем мы говорили дипсихоз шизофрения влияет согласно Писания на нашу способность молиться Богу и на нашу способность получать вещи от Бога а мы хотим получать вещи от Бога с Господом